В ночь, с четверга на пятницу, бригада приступила, работали до утра, не смогли устранить аварию. Простите, в ночь во сколько? С 12. Ну мы же договорились. Я расскажу, потом будете задавать вопросы. В течение дня приступили к устранению аварии. Обнаружили 5 отверстий. Одно отдельно и 4, они буквально метр друг от друга. Устраняли вот эти все протечки, устранили, появилась еще одна. Далее, после устранения проверили, еще нашли. Всего 8 таких протечек. Их устранили, других протечек обнаружено не было. Вы говорите о том, что я докладывал, что работа выполнена. Да, действительно, протечек больше не было ни одной. Значит, дали команду запускать коллектор. К сожалению, наши коллеги с очистных сооружений резко открыли задвижку. Полный напор пошел по трубе и рвануло еще в трех местах. Рядом. Начали дальше устранять. Дыра пошла. Это разные организации, мы не можем ними управлять. Я считаю, что это были неграмотные действия с их стороны. Никогда резко не открывают никакие задвижки. Разговариваем. Но только администрации не подчиняются. Появился гидроудар. И труба пошла. Еще два хомута поставили, дыра начала расти. И рост стал продолжаться дальше. Очевидно, что у трубы полный износ дна. Там ее не вскрывали до этого. Значит, дна практически нет. И ставить хомуты на эту трубу бесполезно. Принято было такое решение, что очистные сооружения, полный объем стоков принимают на себя. И все стоки пойдут через очистные сооружения. По решению проблемы с коллектором нашли технически грамотный вопрос, я считаю, на сегодня. Это проложить байпас. То есть временный коллектор, который пойдет по поверхности. Мы прям по земле его бросаем в течение 7-8 дней. Подрядчики должны проложить его. Мы подключаемся в камеры, ставим дополнительные насосы. И это будет напорный коллектор, по которому пойдут все стоки. И старую трубу мы забываем. За это время мы в спокойной обстановке делаем проект. Пост замене коллектора. Того существующего. Десять лет? Да, три месяца. Ну и, соответственно, проект. Дальше выполняем работу. Мы его полностью меняем 100%. Его длина 1227 метров. Все вот это расстояние мы заменим полностью на новую трубу. Это время все будет по байпасу перекачиваться стоки в феннинский коллектор. Другого быстрого решения нет. Потому что невозможно менять вот эту тысячную трубу, не зная всего сечения, весь этот километр с хвостиком. Потому что где-то, может быть, она еще и послужит. Но мы этого места не знаем. А вскрывать и вследовать это будет дольше времени намного. Поэтому проблему стоков мы решаем сегодня таким образом. Кроме того, мы в выходные провели совещание с Мортоном, на котором договорились, что в этом году за счет Мортона мы делаем водопровод в деревню. По всем улицам мы прокладываем магистрали. Кто уже, у кого есть желание подключаться... Бесплатно, да? Разумеется, за счет Мортона. Да, за счет Мортона.